В субботу, 10 декабря, нефтяному картелю ОПЕК удалось подписать соглашение о сокращении объема в добыче сырой нефти с 11 странами вне организации. Данное подписанное соглашение стало первым договором с 2001 года, к которому присоединилась Россия. Общее сокращение должно составить более 1 миллиона 700 баррелей в сутки. Взлет котировок нефти в начале этой недели привел к укреплению сырьевых валют, одной из которых является канадский доллар. По паре американского доллара к канадскому доллару уже в течение двух недель сохраняется нисходящая динамика цен. Принимая во внимание технические фундаментальные факторы, по данной паре мы рекомендуем заключение сделок на продажу от уровня сопротивления 1,3180 с дальнейшей фиксацией прибыли у поддержки 1,3060. Субтитры создавал DimaTorzok В наши дни все намного проще. Человеку нужен только интернет, компьютер, планшет или смартфон. И всего один звонок в Дабл Кейс, чтобы научиться читать графики финансовых рынков и стать успешным. Теперь успех доступен и вам. Дабл Кейс. Ваш путь к финансовым рынкам. Кейс. Ваш путь к финансах. Дабл Кейс. Ваш путь к финансовым рынкам. Ваш путь к финансовым рынкам. Продолжение следует...